всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня пробежимся просто по моим растениям в общем будет небольшой обзор давно я что-то не показывала давненько у меня не было обзора и сегодня я вам покажу свои растения что у меня нового с ними происходит в общем смотрите видео до конца будет интересно ну начнем здесь у водопада мединила которую я недавно пересаживала в другое кашпо чувствует она себя прекрасно то есть ей после пересадки очень понравилось листья у нее хорошие и также у нее вот видны в глубине смотрите сейчас я покажу поближе вот видите думаю что это набирает свет не может сфокусироваться камера близко думаю она порадует своим цветением но это мой филадендрон смотрите какой бурный рост идет здесь выкручивается листик и там новый появляется потом вот такая шишка у него выросла не знаю что это свести наверно тоже собрался дружочек мой в общем все хорошо такие листья красивые очень декоративно смотрится представляю когда будет огромный куст будет просто загляденье бугенвилия над водопадом постоянно у меня в этом году бугенвилия всю зиму цветут а сейчас у новых я вам покажу потом появляются новые прицветники просто я даже еще их не обрезала обрезка только предстоит и вот представляете такие у нас бутоны огромные здесь тоже бугенвилия вся в прицветниках таких новых сейчас повыше здесь у меня полочка стоит здесь плюм бага вот недавно обрезала и опять вот такие вот шапочки с цветами мне очень нравится плюм бага очень нежные такие цветочки и цвет такой голубоватый очень прям красиво смотрится красиво и нежно это моя розовая дабл пинг бугенвилия тоже вот она вроде отцветает и в то же время у нее появляются опять новые смотрите прицветники то есть это бесконечно получается то есть она только отцветает и обратно начинает закладывать молодые прицветники давно не показывала свою большую шифлеру и тоже хорошо тоже появляется новый рост вот мои орхидеи у них тоже цветоносы там уже скоро распустится здесь веточка но уже отцветает цикос ну пока не видно что новых листьев новых вай пока еще не вижу ну думаю висит весна весна на него подействует когда больше будет солнца я думаю он выпустит еще но здесь аллоказию и я поставила у водопада и здесь у меня молодой мой стефанотис пока такую опору ему сделала бамбуковую раскручивается так как мой мой стефанотис большой я думаю все его придется выбрасывать ничего прям сухие ветки стали и получилось мне его спасти и прям в рост у меня кинулась руселия у нее столько много молодых побегов очень пушистый кустик такой стал зиму она перенесла хорошо ну хотя у нас еще зима продолжается еще только шестое февраля но все равно уже солнце по-другому светит и растение очень чувствует это мой эпифилум смотрите тоже разросся если кто помнит он вообще у меня такой маленький был думаю тоже весной порадует меня своим красивым цветением это у меня в кадр попадает примере у примере я убрала все старые листья потому что они такие какие-то поход цен и были не совсем нравились посмотрите видите бутоны не знаю потянет она или нет просто у нее были уже бутона она их скинула видимо перепутала время года здесь все-таки зима солнца нет вообще но сейчас думаю может быть и вытянет вот такие здесь у меня джунгли можно скрывать здесь у меня филадендрон гитара видны он очень разросся придется наверное его либо на опору какую-то повыше либо обрезать и укоренять рядом чтобы пышный был но на так пышный красивые большие листья фан-бам тоже не отстает видите молодой рост у него выкрутил два новых листика даже не листика две веточки таких с листьями молодая зелень прям такая красиво смотрится с блестящими листьями мне очень нравится растение очень декоративный вид имеет но это мои тюльпановые деревья скоро буду переваливать их в горшочки чуть больше потому что вижу что и мало места горшочки маленькие а так листья смотрите какие красивые и тоже идет молодой рост сейчас пересажу когда их я думаю что они вообще вымахал пойдем дальше здесь у меня туре мы тоже цветут так вот не очень обильно но цветы есть красный очень такие кусты большие мне они прям очень нравится тоже очень декоративно смотрится растение прям любой интерьер красит своими такими большими кожистыми листьями польстящими здесь у меня диплодения но здесь против света поэтому затемняется посмотрите на мой замиокулькас у него пошел бурный рост посмотрите сколько он выпустил новых веточек вообще они даже видно молодые веточки с такими светло-зеленой листвой он у меня еще подвязаны стоит потому что если его распустить то он будет занимать очень много места здесь у меня вообще прям такие плотником стоят тоже разрослись папоротник конечно вообще представляете сколько он занимает место ну красавица конечно монстера тоже себя чувствует прекрасно посмотрите какие у нее красивые листья тоже очень украшает нравится мне тоже очень растение да и вообще мне все нравятся они все по-своему красивы здесь у меня такой уголок в общем куда не посмотришь везде растения здесь горденью хочу показать но у нее распустился пока один бутон аромат стоит на всю комнату у него очень много бутонов здесь у меня тамарин попадает его тоже на пол поставила он такой длинный был что я его обрезала красавец тоже здесь у меня дальше бугенвилия тоже надо вот обрезать потому что ветки длинные ну и мои жители в аквариуме видите какой сомик вырос вообще когда я подхожу они все в одну кучу собираются и вот мои бугенвилия ну хоть такое знаете цветение не очень такое обильное но все же они постоянно цветут даже мадам баттерфляй выпустила новое смотрите все прицветники зимой конечно они очень радуют глаз но некоторые такие лысики стоят и в прицветниках там такая розовая прям распустилась видите это вообще вот новые молодые только вот распускают тоже красота конечно бледные прицветники от того что недостаток солнечного света но все же все же цветет и здесь тоже бугенвилия где на полочке тоже тоже цветут а деню мы повеселели с приближением весны чувствуют все равно ну а бутилон как всегда он вообще цветет молодец у монстеры вылез первый вот такой вот резной листик имеет такую варигатность небольшую ну думаю следующий будет уже больше наверно варигатный а вообще посмотрите листья очень крупные больше чем моя ладонь это несмотря на то что растение еще очень молодое думаю будут лопухи хорошие у монстеры стрелиться я выпустила новый лист вот он вот такой вот небольшой цветочек но он его еще не полностью раскрыл нарастил это красандра красандры пока убрала все колосочки которые отсвели все обрезала но она сейчас буквально вот может не ельку и заново наберет и здесь тоже обучил он цветет и хочу показать еще другое окно с бугенвилиями как вы видите посмотрите сколько много прицветников новых появляется здесь белая у меня цветет бугенвилия там оранжевая здесь молодые прицветники в общем решили без остановки хотела показать вам глоксинью видите вон они проснулись я их убирала на зиму в шкаф у меня был ролик как я ее обрезала и убирала на зиму шкаф в темный и вот я их достала буквально неделю назад и вот видите появились такие вот молодые листочки я конечно очень рада мурая у меня цветет очень обильно у нее просто уже отцветает появляется где-то новые где-то ягоды то есть аромат там горденья цветет и мурая запах конечно вообще такой стоит мне нравится такой аромат видите мурая вся 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 просто у нее на ту сторону цветы еще это вот директор оранжереи старший лежит турчит азалия решила порадовать меня своим цветением такие красивые яркие с белым таким цветы ну а здесь у меня на окне в ванной комнате здесь у меня диплодения диплодения тоже ожили смотрю это моя вот бордовая диплодения ну а конечно листочков много скинула но у нее уже появляется рост и я вижу что идет закладка бутонов ну и остальные тоже диплодения тоже вижу что есть бутончики ну а это мой младший зам директора идет вот такой вот бали бали вот как раз еще сам директор выше ну они так уже дружно в принципе играют в общем растения все чувствуют себя хорошо вот так вот еще пройдемся ну вот такой обзор получился всем пока пока увидимся в следующем видео а 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 Продолжение следует...